Добрый день, уважаемые коллеги. Позвольте поделиться некоторыми нашими наработками. Немного вопросов статистики. То есть распространенность основных урологических заболеваний представлена на слайде по итогам 2018 года. Также видно достаточно большой уровень летальности от данных заболеваний. Осложнение противоопухолевого лечения также можно разделить на две основные группы ранние и поздние. В раннем этапе основными являются такие осложнения, как кровотечение, гнойно-воспалительные изменения, лимфатические кисты в первую очередь забрюшинного пространства, нарушение томоса мочевого пузыря, нервно-психические расстройства. В более позднем периоде в принципе остаются практически те же самые осложнения. И хотелось бы предложить несколько методик по коррекции, допустим, недержания мочи. Применяется нейромышечная электростимуляция мочевого пузыря. Она способствует возникновению двигательного возбуждения мышц с нарушенной иннервацией, восстановлению пониженной сократительной способности мышц, а также улучшает состояние двигательных нервных волокон. На данном слайде представлены те методики, которые мы применяем в зависимости от аппарата. Также применяется методика тибиальной стимуляции. Мы используем неинвазивную методику с применением накожных электродов. Также применяется для коррекции в первую очередь вегетативных дисфункций и транскрениальная электростимуляция. Также она обладает обезболивающим седативным эффектом и нормализует артериальное давление. Применяется классическая лобно-затылочная методика с параметрами, можете ознакомиться. Также применяется методика низкочастотной магнитотерапии. Активно мы ее применяем для коррекции образовавшихся в послеоперационном периоде лимфокист заброшенного пространства. Применяется она с противотечной целью, анализирующей, нормализующей регионарное кровоснабжение, а также активирует местные иммунные системы. Основным из методик в коррекции недержания мочи, конечно, мы используем занятие лечебной физкультурой. Она стимулирует компенсаторно-приспособительные реакции в поврежденных тканях, замыкательных пластин, замыкательного аппарата, мочевого пузыря и уретры с целью нормализации тонуса, улучшает трофику тканей малого таза, устраняет неконтролируемое сокращение детрузера, укрепляет связочный аппарат мышц тазового дна, а также способствует снятию патологической доминанта в коре головного мозга и обладает общеукрепляющим действием на организм. Данные задачи наилучшим образом решаются при выполнении некоторых специальных физических упражнений и применением упражнений с постизометрическим напряжением мышц с целью максимального укрепления мышечно-связочного аппарата. Кроме специальных физических упражнений, применяются также упражнения дыхательные и упражнения на расслабление. Упражнения выполняются под руководством инструктора в условиях нашего отделения однократно в течение 20-30-40 минут, и пациентам рекомендуется повторно выполнять такой же комплекс упражнений уже в домашних условиях, если это касается амбулаторного этапа реабилитации. Также чаще всего после проведения лучевой терапии у пациентов возникает расстройство лимфовенозная кровотока. И с целью коррекции этих нарушений применяем мы перемежающую пневматическую компрессию, которая увеличивает скорость венозной крови, снижает давление венах нижних конечностей, а также улучшает отток лимфы. Применяются различные аппараты для пресс-терапии с применением таких аксессуаров, как сапоги в комбинации или отдельно с тазовым поясом, полукомбинезон. Продолжительность сеанса от 30 до 60 минут. Также мы активно применяем в том числе у урологических пациентов для коррекции лимфовенозной недостаточности электростатический массаж от аппаратов Хивамат Эвидент или Элгос. Преимуществом данного метода является хорошая сочетаемость другими методами, как физиотерапевтического воздействия, так и массажными методиками. Методика лечения, в принципе, достаточно стандартная. Проводится массажное движение продольно поверхности конечности, соблюдая методики любых лимфодренажных воздействий, то есть начиная от проксимального отдела к дистальному. Не секрет, что после проведения лучевой терапии возможны такие проблемы, как послучевые эпителииты, в первую очередь циститы и эректиты. Для уменьшения этих проявлений мы применяем низкоинтенсивную лазерную терапию, которая стимулирует репорционные процессы, также обладает анальгизирующим эффектом. В зависимости от применяемых аппаратов используется или стабильная, или лабильная методика на кожно- или с применением полостных излучателей. Также у нас есть небольшой опыт применения питьевых минеральных вод у данной категории пациентов, которые обладают в первую очередь спазмолитическим действием, а также уменьшают продукцию слизи, которые часто возникают при постлучевых реакциях. Рекомендуем применение лечебно-столовых гидрокарбонатных кальциево-натриево-магниевых питьевых минеральных вод, а также питьевых вод с кремнием. Также мы применяем метод внутривенной озонотерапии, который обладает не только антисептическим действием, но и иммуномодулирующим, дезинтоксикационным и противогипоксическим. Применяем метод гипербарической оксигенации для уменьшения отек, как при лимфовенозной недостаточности, допустим, а также в раннем послеоперационном периоде для более стимуляции и эпитализации раневых поверхностей. Также в нашем отделении работает штат психологов, которые корректируют, скажем так, некоторые или значительные психологические нарушения у наших пациентов, оказывают поддержку пациентам на разных этапах, начиная с предоперационного периода, а также поддерживая пациента на этапе хирургического лечения, проводимой необходимой химио-лучевой терапией, а также в последующем на амбулаторном этапе. Применяются следующие методы психокоррекции, так как арт-терапия, телесно-двигательная, танцедвигательная терапия, аутогенная тренировка, прогрессивная мышечная релаксация. Также занятия проводятся как индивидуально, так и с привлечением родственников и занятия в группе. Таким образом, благодаря механизмам лечебного воздействия методов физической реабилитации можно добиться улучшения и нормализации работы органов и систем, повышения физической активности, выработки компенсаторно-приспособительных механизмов, развития функциональной адаптации больных, что значительно повышает в первую очередь качество жизни онкологических пациентов, перенесших противоопухолевое лечение. Но нельзя забывать о том, что все эти жалобы, которые и проблемы, которые возникают у наших пациентов, могут быть не столько последствием радикального лечения, но и проявлением прогрессии злокачественного процесса. Поэтому, естественно, в мультидисциплинарной бригаде необходим онколог, и это основной доктор, который определяет тактику реабилитационного процесса. Спасибо за внимание.